В сегодняшнем выпуске блога мы уйдем с вами от храмов монастырей и святых мест и отправимся в храм природы, замечательную Иерусалимскую рощу, где нас ждет глубокий и честный разговор о христианстве и язычестве. Также мы покажем и расскажем, кто, почему и как празднует Хэллоуин в Иерусалиме. А еще представим вам местного иерусалимского чудака, который очень удачно проиллюстрировал наш сегодняшний выпуск. Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодняшний выпуск нашего блога посвящен теме христианства и язычества. Как же часто обвиняют нас христиан в том, что мы язычники. На эту тему не только статьи пишут, иногда целые книжки. Но, как правило, авторы сих произведений довольно плохо представляют себе, что такое язычество и что такое христианство. Так что их спор получается чаще всего с собственными неправильными представлениями по этим вопросам. Нас с Рафаэлом всю жизнь интересует вопрос взаимоотношений христианства и язычества и по нашей профессии, поскольку наши профессии связаны с изучением истории, истории религии, истории церкви. И вообще просто по-человечески. Ведь мы все родом из язычества. И какие на самом деле взаимоотношения были и есть у христианства с язычеством? Что такое язычество? Нужно ли его искоренять? Возможно ли его искоренить? А если нет, то как тогда жить с ним? Как относиться к таким вот, например, явлениям, как праздник Хэллоуин? Вообще, я должна вам сказать, что вопрос христианства и язычества очень актуален в наше время. Большое количество людей сейчас становится неоязычниками. И не только в Европе, но и в России, и в разных странах. Мы с вами поговорим о том, почему люди выбирают неоязычество. А также вот такие явления, как Хэллоуин, как всевозможные карнавалы. Не думайте, что только в России верующие люди борются с этими явлениями. И нет, конечно, есть очень набожные общины, и католические, и протестантские, которые воюют еще похлеще православных русских с безбожным праздником Хэллоуин. Но все-таки, а откуда он взялся? А почему людей так безудержно тянет к нему? Что с этим делать? Вот такие у нас сегодня интересные темы. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, во-первых, у древних народов нет такое вообще понятие язычник или язычество. Мы взяли это представление как раз из Библии. Дело в том, что у евреев существовало и у пророков, и у закона Моисеева такое понятие, что боги разные, но истинный бог Израилев один. Опять, это не означает, что отрицает существование других богов. Иначе тогда, почему заповедь есть, не будут тебя иными богами, кроме меня? Дело в том, что эти иные боги, они принадлежат другим народам, а у Израиля свой бог. То есть, это, если объяснить совсем примитивно, это и есть представление, которое мы видим в Ветхом Завете. Язык – народ. На иврит это будет Гой, или в множественном числе Гоим. А Израиль – это то, что называется Гой-кадош, то есть священный народ. И, естественно, пророки осуждают, когда Израиль начинает идти по путям других богов. Именно поэтому был запрет на бракосочетание с муавитянками и с другими женщинами, потому что боялись, что они будут ввести мужей израильских к поклонению своим богам. Так и осуждается царь Соломон. Именно поэтому, что в старости своей его иноплеменных жен вели его в заблуждение. То есть, получается, что мы, как христиане, унаследовали вот эти представления. Но тут проблема в чем? Что большинство христиан как раз из этих же народов. И получается определенное шизофреническое существование. Что, с одной стороны, мы хотим быть как Израиль, потому что мы в церкви и мы хотим все делать правильно. Но, с другой стороны, все наши мироощущения, все наши, скажем, дохристианская мифология и все сказки, как сказки «Братья Гримма» или как русские народные сказки, они как раз показывают эту реальность. И тогда, как с этим быть? Вот об этом мы хотим сегодня с вами поговорить. Потому что речь тут идет не только о народных обычаях, как, я не знаю, праздник Ивана Купала или Хэллоуин, или какие-то рождественские карпатские обычаи. Дело в том, что мы заимствовали и каким-то образом преобразили языческие, даже высокие представления. В богословии, философии и даже в науке. Ну да, ведь наука как таковая началась с изумления человека перед окружающим миром. С желания постичь его, узнать его до конца, ну а потом уже и обладать им, и управлять им. И, в принципе, у язычников цели такие же точно. Язычник не только молится своим богам, но и желает воздействовать на них, получать от них именно то, что нужно ему. Воздействие это может быть через жертвоприношение, задабривание божества какими-то дарами, а может быть и через колдовство, магию или устрашение божества. В любом случае цель близка – обладание высшими силами, силами природы и управление ими. Дело в том, что наука на самом деле тоже имеет свое начало в Древней Греции. И также, в принципе, связана с мифами. Да, даже современная наука имеет свои мифы, свои мифологические герои, образы и понятия. Язычество – это своего рода детство. Детство религиозной мысли, детство человечества, потому что в язычестве человек открывает для себя высшие силы, неважно, как он их называет, через природу. Вот мы сегодня сидим у этого замечательного дерева и вообще в этой потрясающей совершенно роще. Это наша с Рафаилом любимая роща, да? Так ведь? А вот у вас наверняка тоже есть какое-то любимое место в лесу или на берегу реки, или на берегу моря, где вы особо любите посидеть и бывать, хотя мы с вами вряд ли верим в каких-то дриад или нимф или духов, которые обитают в камнях, в деревьях, но мы именно на природе чувствуем особую связь с космосом, с бытием своим, с чем-то высшим. Даже люди неверующие это ощущают на самом деле. И вот это действительно ведь существует, потому что когда Бог творил мир, в каждом камне, в каждой травинке присутствует его благодать, действие его силы, как бы частичка его самого. И, соответственно, человек это чувствует. Вот есть люди-атеисты, которые говорят, нету Бога, это всё создано абсолютно естественными силами природы, ну, само по себе взялось, вот и сотворилось, да? Но даже, как любят пошутить людям верующие, вы говорите вы атеисты, отрицаете Бога. Но если Бога нет, то кого же вы отрицаете, да? То есть, иными словами, даже атеист чувствует, что что-то есть. И другое дело, что он не хочет называть это Богом, потому что в его представлении Бог – это дедушка с бородой, да? Как у христиан, опять же, в искажённых карикатурных изображениях христианства, дедушка с бородой, который там на троне сидит, на облаках, куда Гагарин летал. Конечно, такого дедушки нет, соответственно, Бога нет, и всё это создалось само. Но даже человек неверующий чувствует особый трепет, когда он находится на природе, в каких-то необыкновенно красивых местах, да, вот в дикой природе, когда стихии, сильный ветер, дождь, там, гроза и так далее. И вот древние люди, они атеизмом-то не страдали от ума, они чувствовали душой присутствие Божие, присутствие Творца, и они одухотворяли, одухотворяли всё – деревья, камни. Вот я тоже чувствую, что это дерево живое. Я, например, очень люблю прислониться к дереву или приобнять дерево, и просто стоять и о чём-то своём думать. Я не молюсь духам, которые живут в дереве, я прекрасно знаю, что всё создал Господь, наш Бог единый, но я ощущаю его милость, его благодать, его тепло через природу. Я думаю, вы точно так же. Язычники же это выражали в мифологических существах, героях, богах, богах, полубогах. Они так выражали ощущение, что наш мир связан с миром невидимым, что невидимый мир тоже существует, есть что-то нематериальное, и в их интерпретации это приобретало вот такие вполне материальные образы. Но что интересно добавить, учёные довольно серьёзные, говорят нам о том, что вообще-то неправильное представление о том, что сперва, мол, было многобожие, а потом люди дошли до единобожия. Наоборот, в принципе, в каждой языческой религии есть одно главное божество. Например, аборигены Австралии поклоняются одному богу, индейцы поклоняются великому духу. В римской мифологии, в римском пантеоне богов всё-таки было единственное божество, бог солнца, который объединял разные части Римской империи, скажем так, и особенно поклонялись ему воины. Это не только бог Митра, о котором мы уже рассказывали, это ещё и бог Сол, о котором сегодня поговорим, бог солнца, Гелиос тоже. И соответственно, тут получается что? Что на самом деле многобожие – это не эволюция, это наоборот регресс, это некое опускание до уровня вот именно совсем народных, суеверных представлений о связях человека со Вселенной, с Богом, с духами, как вы угодно это назовите. Это не оформленная богословская мысль. То есть, иными словами, язычество – это детство человечества. А все мы родом из детства. И если мы внимательно посмотрим на Ветхий Завет, согласишься ты со мной или нет, в Ветхом Завете полно языческих вещей. Люди заблуждаются, говоря, что в Ветхом Завете, в Библии ничего языческого нет. Дело в том, что людям свойственно, во-первых, иметь очень идеализированное представление про то, что такое юдаизм. Это во-первых. Во-вторых, это что юдаизм, начиная с средневекового периода, и особенно с второго тысячелетия, там начинается рационализация. Рационализация веры как раз на основе языческой философии Аристотеля. Был маймонид, который пытался показать, что Библия – это Библия, но есть вот такое рациональное, правильное верование. Во многих он, кстати, копировал наших святых отцов греческих. Но дело не в этом. Дело в том, что, во-первых, в юдаизм есть тоже много всего мифологических элементов, но юдаизм – это более поздное явление, чем Библия. А в самой Библии надо тоже понять, что там есть очень много мифологических элементов, и что сама Библия была создана при живом диалоге, общении, иногда сопротивлении, борьбе, но общении, диалог с египетской культурой и с месопотамской культурой. И те люди, которые хорошо знакомы с текстами, оригинальными текстами, и египетскими, и месопотамскими, видят там очень много не только параллелей, а иногда просто пересказы, как бы, вот, например, потоп. Да, вот потоп – это вообще вещь, которая встречается у всех народов мира. Есть сказания о потопе, о том, как боги прогневались на людей и решили их уничтожить и так далее. А вот если мы смотрим книгу Бытия, там как раз перед описанием, как Господь является Ноей, говорит ему, построит ковчег, есть вот такое очень загадочное событие. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. В то время на земле были исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И вот эти исполины – это и есть древние мифологические полубоги, герои, демоны, бесы, ну, можно их называть как угодно. То есть получается, что вот эти мифологические элементы есть в Библии. Более того, что Бог, когда говорит, что как бы вот давайте сделаем потоп, это как раз в множественном числе, и что слово «элогим» на еврей – это не единственное. Единственное – это «эль», «элогим» – это вообще-то боги. Так что тут надо понять, что особенно до Вавилонского плена и до встречи с персидской или греческой философией, у авторов Библии было мышление тоже, как Анна говорила, довольно тоже детское, довольно непосредственное. И понятие о том, что Бог один – это означает, что Яхве один – он наш Бог, он Бог земле Израилевой. А другие боги – это боги для других народов, которые живут в других краях, и нам не стоит ими поклоняться. Слава Библии – это боги для других народов. Когда христианство появляется и начинает распространяться, оно находится между Ветхим Заветом, всё-таки с его понятиями об истинном Боге, с его борьбой с другими богами и с его обособлением «мы верующие и они бесам, идолам служащие грешники», и язычеством, в котором оно находилось просто в окружении язычества, христианства, потому что среди народа еврейского проповедь была очень недолгой, в основном вся проповедь христианства была среди как раз язычников. И вот у церкви было как бы два пути. Первый путь был продолжать традицию еврейскую, то есть полного отторжения, отделения себя от гуим язычников, требование от них полностью оставить свои привычки языческие. С другой же стороны, на практике, то, что мы видим даже уже с апостольских времён, церковь начинает преображать языческие традиции, начинает адаптировать, интерпретировать язычество, не уничтожая его, а изменяя его, можно сказать, освящая и крестя. Потому что на самом деле, ну представьте себе, да, люди живут, вот мы сидим в этой роще, а вот для людей когда-то такие рощи были священным местом на протяжении многих веков, может быть, тысячелетий. Как можно в один день перевернуть всю свою жизнь, да? Тут даже речь не только о бытовых вещах, тут речь ещё даже просто о, скажем так, мировоззрении, да? Ну как же теперь эти деревья можно срубать? Они же святые, мои прадеды так говорили. Как я могу в один момент измениться? И поэтому была такая тенденция, которой она-то и получила именно распространение и продолжение милостивого, любовного отношения к язычникам и постепенного перерождения их, скажем так. И интересно, что в первой церкви, например, святой Иустин-философ, он нам пишет, в день солнца мы все собираемся, потому что воскресенье – это был день солнца у римлян, это был день солнца. Sunday по-английски до сих пор, да, так и называется. Потому что в этот день Бог начал творить мир, отделил тьму от света, создал свет, это опять же языческое, римское представление. И он продолжает, и Христос не случайно воскрес именно в этот день, потому что Он есть настоящий свет и солнце правды, да. То есть, видите, вот это преображение, трансформация язычества, она начиналась с самого начала, и, в принципе, этим путем церковь будет идти и дальше. Храмы чаще всего строились на месте языческих храмов. Поначалу при Константине Великом с 4 века языческие храмы просто сносили. И на их месте строили христианские, чем, конечно, вызывали негодование у язычников, естественно, но это делалось. А уже с 5 века другая практика пошла. Стали перестраивать языческие храмы. Папа Григорий I пишет, у него была переписка с бедой достопочтенным, это святой британских островов. Он ему рекомендует, что не нужно, не нужно запрещать, не нужно сносить языческие храмы. Убрав оттуда идолов, окропите их святой водой, поставьте престол. И если люди поклоняются Богу единому, пусть они даже сохраняют какие-то свои обычаи. Вы скажете, Божему, какое фарисейство, какой ужас. Тогда я вам задам такой хитрый вопрос. Какое у вас всегда главное блюдо на вашем праздничном столе? На крещение, на Рождество, на Пасху, на Петра и Павла, на Успение Божией Матери, на Рождество Богородицы, на Введение в Охар. Какие вы ставите блюда на стол? Вы кушаете макароны с сыром? Не думаю. Скорее всего, вы подаете мясо. Потому что в языческой практике, во всех абсолютно народах, и в славянских культурах, и везде праздник это было жертвоприношение. Забивали животные, приносили в жертву богам. И вот как раз Папа Григорий пишет Беде, ты не запрещай им, только объясни, что не надо бесам в жертву приносить животных. Пусть они строят вокруг храма шалаши, жарят баранов и овечек, кого они заколадают, и просто кушают их. И благодаря Творца, подавшему им эту пищу. Понятно? То есть наша традиция подавать мясо связана далеко не только с тем, что был пост, и мы разговелись, а с тем, что это древняя традиция жертвоприношения, вот так превращенная христианством в христианскую традицию. У каждого народа, у каждого человека есть свой срок. Это не совсем оправдание, то, что мы говорим, язычество, но дело в том, что не все язычники, то есть не все народы, это обязательно идолопоклонники. То есть у других народов есть, конечно, благочестивые представители, они могут быть простые люди, или их мудрецы, которые действительно в своем совести, в своей душе, в свое сердце, и даже в своей практике знают истинного Бога, просто они называют его по-другому. То есть этот подход существует и в Новом Завете, когда апостол Павел проповедует у афинян. То есть в основном апостол Павел проповедовал тоже среди евреев или среди грекоязычной еврейской диаспоры, то есть в синагогах, где молились по-гречески, а не на иврите. Но он также проповедовал в языческие места. Среди них вот был Ариапага, это главный, то есть центр в Афине, где собирались все как бы философы, и он не начинает им говорить, а вы язычники поганые все, вы должны поклоняться нашему еврейскому Богу, он так не говорит. Если бы он так говорил, его сразу выгнали оттуда и не стали его слушать даже. Он наоборот говорит, я вижу, что вы благочестивы, и что у вас есть место, где вы поклоняетесь Богу неведомому, неведомому Богу. И он признает, что даже поэты и богословы, то есть и философы греческие тоже в принципе признавали истинного Бога. Получается, если этот подход есть в Новом Завете, и его продолжали, конечно, и святые отцы, как и Юстин Философ, как и другие святые отцы. Получается, что все, что создано Богом, будь то ли это травинка, будь то ли это дерево, камень, будь то это какое-то даже племя в Африке, которые никогда даже не слышали об Аврааме, Исааке, Якове, даже не знают, что такое Израиль. Тем не менее, когда у них душа чистая, когда они стремятся к Богу, они не являются идолопоклонниками. Но с другой стороны, идолопоклонство может появляться даже при исповедении правильной веры. Например, и это без осуждения, но если у человека есть, например, католическое или православное, такое очень потребительское отношение, материалистическое. Вот у меня есть разные Богородицы, разные Мадонны. Это Мадонна для больного зуба, это Мадонна для похудения, а это Мадонна для того, чтобы у меня детки не болели. То есть это, в принципе, это уже идолопоклонство. Под видом уже христианство. И это тоже есть. Надо понять, что у людей тоже есть разные ограничения. Каждый Господь, всех нас любит, в принципе, просто у каждого есть свой уровень. Да, у каждого есть свой уровень веры. Вот как раз тоже беда достопочтенная в переписке с Папой Григорием Первым об этом говорили, как действительно не надо лишать людей привычных им земных радостей, только если они не греховные, разумеется, потому что через это они могут лучше понять, ощутить радость духовную. И действительно так. Мы с вами печем блины на масленицу и не можем представить себе заговенье на Великий Пост без блинов. Кстати, не только мы, это в разных народах принятая традиция. Хотя, конечно, блин, это символ солнца, это языческое блюдо, но как вкусно и приятно, если при этом мы Богу солнца не поклоняемся и весну не зазываем, то греха в этом никакого нет. И что интересно, любые попытки, которые предпринимались позже, уже скорее протестантами, именно отменить, искоренить все абсолютно народные традиции привели к искоренению обрядов. Придумали какую-то чистоту еврейства, которой никогда и не было. Это привело к рационализации веры, то есть к потере народного, теплого, духовного отношения к окружающему миру, к Богу. Бог стал холодным законодателем, из живого Бога превратившись в мертвую букву закона. И это, пожалуй, гораздо страшнее, чем суеверие язычества, потому что суеверие и языческие, полуязыческие традиции, обряды, только если они не являются просто мерзкими и греховными, они могут человека в каком-то смысле вести к Богу, потому что через это человек ощущает что-то там есть, что-то вот в этом солнечном свете, какая-то информация мне идёт, душе моей, что-то я чувства ощущаю. И, конечно же, вот эта христианская интерпретация, так это называется, язычество, применение христианского богословия, христианского мировоззрения, к языческим традициям, обрядам, даже не только к этому, к историческим даже рассказам, потому что они тоже многие были изменены. Всё это проходило достаточно легко. Почему? Потому что во многих языческих религиях были, как мы, христиане, называем, прообразы. Прообразы Бога, Христа, Спасителя, рождения Бога на земле, прообразы Спасителя, как у греков, например, Прометей, который приносит людям огонь и погибает за это, умирает, умирающий Прометей, это как прообраз Христа, некоторые учёные так считают. Афина Паллада, это прообраз Богородицы. Вот мы были в Греции, в Афинах, в Акрополе, и там стоит изумительной красоты храм Парфенон, где стояла статуя Афини. Эпитеты, которыми наделяли Афину, были ровно те же, какими мы в Акафисте наделяем Пресвятую Богородицу. Дева, Спасительница городов, Ходатайца, Пренепорочная, Пречистая, Воительница, Побеждающая, Спасающая. То есть, это абсолютно, если вы почитаете гимны Афини, разных авторов, вы поразитесь, это просто наши молитвы Божьей Матери. Ну, с некоторыми поправками, разумеется, но очень похоже. И в этом нет ничего смутительного. В народе Афину почитали наравне с Зевсом, так же, как мы почитаем в народе. И почитают Божью Матерь наравне со Христом. Хотя догматически это неправильно, но тем не менее, народное почитание Божьей Матери иногда даже больше, чем Христа. Так же было и у древних афинян, у древних греков. Мы с вами празднуем покров Божьей Матери, праздник, а вот у греков был праздник покрова Афины, когда выносился покров Афины. Это совершали на острове Скирус, туда очень многие приезжали в паломчество в эти дни. Да и вообще, мы с вами знаем понятие Риза Божьей Матери. Вот, например, благочестивые женщины жертвуют Ризу, Богородице, расшитую, или сами даже вышивают ее. На иконах Богородице обязательно есть тканные, сшитые Ризы, особенно на чудотворных иконах. Так вот, такую Ризу ткали для Афины Паллады, для Афины Девы. И был особый праздник в Афинах, когда эту Ризу торжественно поднимал крестный ход, по-другому не выразишься, в процессе шла в Парфенон, и 9 месяцев эту Ризу ткали и готовили ежегодно. Девственницы только этим занимались, особо отобранной. И потом ее торжественно надевали на статую Афины. И так далее. Могу вам привести таких примеров на 2 часа. И как раз неверующие люди, атеисты, они из этого выводят. Ну, правильно, нет никакой Богородицы, нет никакой Афины. Это сказка, и то, и другое. Нет. Это доказывает как раз не то, что это сказка, а как раз то, что наша вера христианская, вера православная, намного древнее, чем мы думаем. И прообразы этой истины, зернышки вот эти, они были еще в древности. Также и наш церковный календарь неразрывно связан с языческим. И я сейчас говорю не только о народных преданиях, обычаях и так далее. Я говорю о римском языческом календаре. Действительно, многие наши праздники совпадают с древнеримскими языческими днями. Самая любимая тема – это Рождество Христово. Рождество Христово было учреждено 25 декабря в IV веке. До этого оно праздновалось вместе с Богоявлением 19 января, потому что в декабре было два важных для римлян праздника. Во-первых, проходили Сатурн-Али в конце декабря, с 17 по 23 число, а 25 праздновался день рождения непобедимого Солнца. Сол инвиктус – такое божество, которое появилось в Риме довольно в поздний уже период, и многими воспринимается как прообраз Христа. Естественно, не такой праздник, поскольку в декабре происходит как раз 24 числа день зимнего солнцестояния, поворот на весну, прибавляется световой день, и вот, по верованиям римлян, Бог Солнца рождается в этот день. И, соответственно, учредив Рождество на этот день, не только стремились не лишить язычников любимого праздника, но и проповедовать им через это Христа, то есть показать им, кто на самом деле является нашим Солнцем, Солнцем правды, как мы поем в Трополе Рождеству Христову, и кто земное солнце, как бы рождающееся в этот день, на самом деле сотворил. Это такой типичный пример преображения христианством язычества. Но и многие другие церковные наши праздники, если начать этот вопрос изучать, тоже обнаружим, были учреждены в дни языческих праздников, праздников языческим богам. Также связаны, конечно же, и с природой, например, день Рождества Иоанна Претечи приходится как раз-таки на день летнего солнцестояния, ну и так далее. Но есть один праздник в календаре, правда, западном, католическом, который ну никак не укладывается в сознание верующих христиан, притом не только православных. С Хэллоуином борются во всем мире верующие, глубоко верующие люди. Само название Хэллоуин это All Hallows Eve, то есть канун Дня Всех Святых. Переводы типа «Ад побеждает», «Hell wins» это несерьезно для любого человека, знающего английский язык. И вот 31 октября, весь мир крещеный и некрещеный пускается во все тяжкие. У нас в Иерусалиме празднуют Хэллоуин только в районе Шейх-Жарах, где живет очень много иностранных семей, работающих. В Израиле это сотрудники ООН, журналисты, врачи, которые работают у нас, то есть находятся здесь в командировке. В католической церкви праздник всех святых, который установлен был на 1 ноября в 8 веке Папа и Григорием Третьим. Это еще и поминание усопших. В канун праздника совершается вечернее богослужение, это день строгого поста. В сам день верующие люди идут тоже в церковь, на месу, и это день, в который прославляются все святые. А вот 2 ноября это называется All Souls Day, то есть день всех усопших. В этот день особо поминают новоприставленных, ну и вообще заодно всех умерших. И вот совпадает этот праздник с древним языческим праздником, праздником Сауин, который праздновался кельтами, то есть народами, жившими в Шотландии и Северной Ирландии преимущественно, 31 октября. Праздник Сауин это был своего рода кельтский Новый год, то есть окончание лета, начало зимы. Этот поворот на холодную, мрачную, сырую погоду, прекращение сельскохозяйственных работ, естественно, сопровождался жертвоприношениями, особыми молитвами к богам, чтобы они пощадили, так сказать, людей зимой, благодарность за урожай, ну и есть такое понятие, что в этот день выходили на землю духи. духи из царства мёртвых, которые блуждали в этот день, именно в эту ночь, вернее, по земле, разоряли её, наводили на ней, так сказать, зимнюю погоду, зимний порядок, ну и могли нападать тоже на людей, которые оказывались к этому неготовыми. И вот поэтому, мол, люди переодевались во всякую нечисть, для того, чтобы злые силы подумали, что они свои, и, так сказать, обижать их не стали. Это очень распространённое объяснение праздника Хэллоуина, его можно найти и на англоязычных, и на русскоязычных сайтах. Однако, тут есть одна деталь. Дело в том, что к VIII веку, когда папа Григорий III установил празднование именно на этот день, в общем-то, язычников на территории Великобритании было уже очень-очень мало. Соответственно, уже было неактуально перекрывать языческий праздник христианским. Кроме того, сведения о празднике Сауин и традициях праздника мы находим только в X веке, то есть очень поздно, уже в период христианства, а христианство у кельтов появилось намного раньше, чем в России, это IV-V век, Святой Патрик проповедовал у них там. Соответственно, здесь многие учёные усматривают натяжку в том, что объясняется вот именно так режение в этот день. Скорее всего, это народное понимание смерти, народное переосмысление смерти, ведь ещё раз, второй день праздника всех святых это день поминовения усопших. Соответственно, в народном, не сильно воцерковленном сознании это день мертвецов, и нужно каким-то образом на это реагировать, нужно это переосмыслить, смерти все боятся, и переодеваясь во всяких страшилок, человек хочет показать, что он не боится смерти. Кто-то понимает так, что в полночь приходят все святые и побеждают всю эту нечисть, вышедшую, на улицу, тогда это приобретает некий фольклорный, костюмированный, можно сказать, постановочный момент, люди исполняют роли, можно так выразиться, а кто-то понимает, что он преодолевает смерть тем, что он не боится её, переодевается в скелетов, мертвецов, признаёт, что все мы смерти подлежим, и этого не боимся, мы это знаем, а когда врага знаешь в лицо, его и не боишься. Конечно же, верующие, православные, западные христиане и верующие католики, естественно, они и протестанты тоже не переодеваются ни в каких бесов и чертей в этот день, однако существует древняя традиция, вот идущая с 8 века, когда в день поминовения усопших пекутся специальные пирожки, селл кейкс, поминальные пирожки, и детки, наряженные во всякие чудные костюмы, ходят по домам и выпрашивают эти пирожки, когда им их дают, они молятся о упокоении сродников этих людей. Вот эта традиция существовала у уже христианских кельтов с самых старых времён, и переодеваться именно в такие ужасные костюмы, скорее всего, начали в Америке, когда туда приехали эмигранты из Ирландии и других мест, и, соответственно, принесли вот этот обычай уже несколько его трансформировав и превратив этот день в день сбора конфет. Гуляют по улицам детвора, переодетые во всякие ужастики, и, стучась в дома, говорит trick or treat, то есть или даёте угощение, или мы вам устраиваем какой-то розыгрыш. Русский перевод сладость или гадость абсолютно не соответствует trick, это не гадость, это проделка, шалость, хитрость, но это не гадость абсолютно, и вот детки, соответственно, получают конфеты. мамочки каждую секунду повторяют одну и ту же фразу, об этом много шутит англоязычный интернет, you say thank you, ты сказал спасибо, ты сказал спасибо, да, то есть беспрерывное благодарение за обильные конфеты. Взрослые стараются устраивать всевозможные розыгрыши, например, переодеваются в каких-то ужастиков, прячутся за занавеску, предлагают детям туда войти, потом дети видят, что это чья-то мама, которую они прекрасно так знают, или папа, всех охочут и так далее. То есть это такой день насмешки над нечистой силой, потому что мы ее не боимся, с нами Бог, с нами все святые, и бояться нам ее нечего. Вот народное, простое, недогматическое, невоцерковленное понимание этого праздника именно вот такое. интересным выходом из этой ситуации являются костюмированные, организованные парады, карнавалы, когда люди, как актеры, разыгрывают роли героев, древних легенд, мифов, опять же, таким образом вспоминая свою историю, то есть просто беснование в костюмах черте это превращается в некое фольклорное действие. А также англиканская церковь предлагает детям из верующих семей одеваться в этот день в костюмы святых и вместо выпрашивания сладостей и всевозможных проделок типа бросания яиц и муки на прохожих дарить им подарки, например, с цитатами из Библии, сделанные своими руками, также печенье, выпеченные в форме, например, крестика или какой-то другой христианской символики, а также прогонять мглу при помощи домашних праздников света или light parties, это когда семья собирается дома за столом, зажигаются яркие свечи, рассказывается детям жития святых, говорят о Христе, поют песни религиозного опять же содержания, ну и так далее, то есть таким образом это тоже попытка не отменить и запретить Хэллоуин, вот все детки вышли на улицу, а ты сиди дома, а ты выйди на улицу тоже, только в другом костюме, противопоставь им что-то другое, покажи, что можно быть классным, как бы, да, со стороны света, а не со стороны тьмы, то есть таким образом тоже здесь есть момент такой и театрализации, и преображения языческих темных традиций. Я думаю, что можно в принципе нашу сегодняшнюю беседу вот закончить так, поскольку у нас ум очень ограничен, и мы все ограничены по наше образование, там, где мы родились, какие языки мы владеем, какие культуры нам доступны, Бог хочет нас всех спасти, и Он это делает через какие-то вещественные образы, через какие-то определенные вещественные символы, и вот это и есть дар языков, который получили апостоли. Дар языков это не только говорить на разных языках, а понять разные способы мышления, разные способы народного творчества, и настоящие апостолы это не те, которые приходят как миссионеры, убивают всех туземцев и навязывают на них совсем чужие формы, давайте всех народов майя и инка переодинем как испанцы, и вот будем их крестить и без от них вылетать. А дело в том, что это так не работает, или давайте всех японцев сделаем из них русскими, будем этого японца называть его Иваном, это будет Николай, и это вот будет наше, как бы, это не так. Все должно преображаться изнутри, человек не может сбросить своего, как бы, собственного ДНК, на самом деле, как бы, вот и духовного, и материального. И я думаю, что как раз эти образы, они также Богом заложены, так же, как и луч солнца, это появление Божьего промысла, каждое дерево, каждый, даже вот, кусочек песка, каждый цветочек, это и есть все, как бы, вот способ, как Бог с нами разговаривает, через пение птиц. Это то, что говорят все, на самом деле, не только какие-то буддистские монахи, а то, что говорят все наши старцы и на Афоне, и у нас, как бы, в монастыре Святого Савва. То есть, христианин должен быть созерцателем. А не думаешь, что именно поэтому люди тянутся в неоязычество сейчас, что им вот этого вот не хватает? Христианство стало слишком государственное, бюрократическое, действительно, если мы хотим жить, мы должны найти способ именно к диалогу с нашей природой и к преображению природы. Потому что путь рационалистический или путь, попытка объяснить, что вот все остальное это байки и у нас единственная разумная вера, это привозит как раз к определенной, я бы сказал, холодности, к бесчувственности и отрицание чувств, отрицание живых отношений между людьми, и это не привозит к духовному. Мы должны идти от земному к небесному, не через уничтожение природы, потому что иначе мы уничтожаем нашу естественную жизнь, и мы уничтожаем даже вот эту землю, которую Бог нам дал, как бы, чтобы мы заботились об этой земле. И получается, если земля неблагословлена, если земля это враг, значит, эту землю тоже можно использовать для ископаемости, для газа, для нефта, для всего, и это все для нас становится мусор, и все эта прекрасная природа становится для нас мусором. Поэтому очень важно прислушиваться к критикам, которые говорят нам иногда неверующие философии, и поэты, и люди, которые формально, может быть, даже не относятся к христианской религии, потому что это тоже промысл Божий, чтобы мы иногда увидели себя со стороны и поняли, где у нас слабые моменты. Особенно сейчас, когда мы видим, что вся наша иерархия и вся наша организация рушится из-за какой-то глупой болезни, которая появляется, и уже все в страхе и в ужасе, и уже не знают, не имеют даже свое собственное мнение насчет этого всего. И это показывает, что нам сейчас, пока не поздно, стоит действительно попытаться понять, что действительно стоит преобразить и что стоит полностью бросить. Так что мы сегодня размышляли над темой христианства и природы, христианства и мир, христианства и народности, христианства и язычества. Я думаю, что свет Христов просвещает всех. Ну что ж, на прощание нам осталось только раскрыть тайну самого, пожалуй, колоритного героя нашего сегодняшнего выпуска. Этот дедушка живет здесь, неподалеку от этой рощи, и вообще-то он, конечно, не язычник, вообще-то он христианин. В Руссалиме много чудаков, много людей таких эксцентричных, ну, возможно, не совсем здоровых, и он на самом деле поет о Христе, о победе над дьяволом, о том, как Бог разрушит все плохое и злое, и победит всех бесов, но при этом он вот так интересно собирает и составляет камни. Почему он это делает, мы до конца не знаем, побеседовать, поговорить с ним не очень удается, пусть это останется загадкой и таким вот интересным, что ли, символом сегодняшнего нашего выпуска. Ну, а мы прощаемся с вами, до скорых встреч, и, как всегда, обещаем выходить в эфир настолько часто, насколько можем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok